Да, все верно. Коллеги, тематика презентации – это участие в термической инструкции, однако я обозначено не временно постараюсь еще раз сказать о тех проектах, которые мы планируем внедрить на территорию Нурильского промышленного района. По двух словах, о нашей компании. Мы работаем с 2014 года, специализируемся на цепочных отходах, как и анонажных металлургических промышленностей. То есть металлургическая – это наше историческое направление, мы перерабатываем в основном шелкоплавы, шелкоплавы в виде накопленного экологического бреда. Соответственно, подразделения нашей компании базируются с привязкой на крупные металлургические предприятия. Это город Липецк, Монгельский металлургический комбинар, Волгоград, Перский край город Чусовой, Чусской металлургический завод, два объекта в Ребелосе. В Норильске мы начали деятельность с 2019 года. Первые наши проекты были связаны с озеленением и культивацией земель, нарушенных в результате неопромышленных деятельностей, то есть не озеленение в плане того, как используется городской среды, не относится до работы с промышленными предприятиями. В ходе знакомства с положением День в Норильском промышленном регионе мы увидели, что есть потребность и у природопользователей отхода образователей в инфраструктуре, соответствующих обращений с отходами. Скажем так, вся тематика обращений с отходами связана именно с полигонной темой. Все отходы на территории Норильского промышленного региона, они захоранились на объект предмещения отхода. Соответственно, как вы знаете, экологическое законодательство у нас, кстати, бывают изменения, особенно интенсивно это началось. Начался процесс с 2014 года, известное распоряжение правительства 1589, которое обозначило перечень отходов запрещенного захоронения. Соответственно, отходы образователей, у них нет возможности легитимно обеспечить легитимное обращение с этими отходами, и мы выделили основной тип отходов резинно-технические изделия, шины, которые имелись уже в накопленном виде. И, как вы сегодня слышали, представители низком двигателя около 2000 тонн ежегодно, это образование этих покрышек скопки. С прошлого года мы начали вводить в эксплуатацию наш участок низкотемпературного пиролиза, мы выбрали две технологии. Технология низкотемпературного пиролиза и вторая технология, тоже всем известная, технология инсенерации отходов, безжигания, безопасное сжигание отходов. Технологии низкотемпературного пиролиза мы считаем зеленым, то есть смысл ее стоит в том, что мы помещаем резинно-технические отходы в камеру, где происходит тот самый процесс без доступа кислорода и без доступа воздуха. То есть отход нагревается, возгоняется, порой конденсируется, превращается в пиролиза, в пиролиза, в пиролиза жидкость, пиролиза масло, различные названия есть. То есть пары от отхода не попадают в окружающую среду. Единственный выброс, который есть, это выброс от горелок, в котором сжигается топливо для нагрева самого ряда. Мы отказались сознательно от технологии резиновой крошки. Мы изучали эту технологию и мы пришли к выводу, что, во-первых, она не безотходность. Вы знаете, крошечки оставляют всегда вырезанное внутреннее кольцо, так называемое ребро жесткость, потому что его переработать там самым мощный корт находится. Они не берут, то есть этот подход уезжает куда-то дальше, обычный на переговор. И крошечки, они используют оборудование, не станков, которые перерабатывают покрышки диаметром больше двух метров. На лице достаточно много карьерной техники, это фронтальные погрузчики, это велазы, это другая техника. И эти обходы, их надо перерабатывать. Мы установки, если к переработке, который у нас есть, мы не перерабатываются покрышки любого диаметра. То есть мы тихонкуем, не теряем. Продукты переработки, которые мы получаем, это, я уже говорил, перерезное масло. Второй продукт переработки – это технический углерод. И третий продукт – металлокорт, причем металлокорт, он в изначальном состоянии, в котором используют производители покрышки. Из-за отсутствия доступа кислорода, окислителя, он получается в первознанном видеокислородке. Как мы подошли к процедуре увеличения полученных материалов переработки в оборот? Если вы обратитесь к широкому спектру производителей этого оборудования, пиролизное, я вам расскажу очень красивую историю про то, что купите наше оборудование, вы получите пиролизную жидкость, которая, потому что инвизиный топливо, будете отбивать любого отца у автомобиля. Технический углерод – это замечательный компонент для пигмента, для различий красночной промышленности. Ну и, соответственно, металлокорд, понятно, это металл, который всем нужен. Все не так радужно. Пиролизная жидкость для доведения ее до кондиции визинного топлива требует дополнительной обработки реагентов. То есть это, скажем так, достаточно еще одна сложная технологическая задача. Технический углерод, он тоже не подходит потребителям, про которых, как я раньше говорил, в качестве пигмента. Так как мы являемся переработчиками, которые связаны с металлургией и знаем их технологические процессы, мы подошли к реализации технического углерода, посмотрели на него в качестве восстановителя. То есть вы знаете, что литейная промышленность используется это называемый коксовый арешек, который восстанавливает оксид металла до неокисленной формы, до металлической. И, соответственно, то есть вот у нас получается три продукта. Технический углерод мы проектируем и вовлекаем в оборот, передаем планету металлургам в качестве восстановления. Переролизное масло у нас используется как топливо для следующей технологии, технологии инсцентрации. Также хотел, я понимаю, что время заканчивается. Коротко еще раз, потому что тематика мы сегодня слышали, это переработка металлургических отходов. Мы используем технологию интеллектуальной утилизации, технологию электронной кусковой сферации. Этот оборотник предназначен для утилизации шлаков цветной металлургии. То есть мы выделяем металлоконцентраты, это оборотник позволяет уделять металлоконцентраты, отсеивать из шлака те кусочки, в которых содержится определенный металл. Типология универсальная позволяет выделить металлоконцентрат менее, металлоконцентрат никеля, платина, палатия, титана, все что угодно. В этом году мы провели два опыта промышленных испытания на материалах, которые в большом количестве покупали на виске промышленной еде. По результатам мы получили металлоконцентрат около 200 кг в сторону, то есть подняли концентрат, выделили концентрат, обогатили до 6 раз. Таким образом, мы планируем применять технологию ликвидации металлоконцентрат, которые есть на территории на виске промышленного региона. И, соответственно, смысл этой технологии заключается в следующем, то есть когда утилизация, мы из отходов получаем металлоконцентрат, который направляется в факторное производство, именно в длительные процессы обогащения, эксплуатации. И второй материал – это шлаковый щебень. И, соответственно, этот материал мы планируем передавать заказчику, либо самостоятельно взывать в качестве шлакового щебня, пригодные для различных дорожного строительства, то есть не на каждой дороге, конечно, пойдет шлаковый щебень, есть определенные ограничения, но тем не менее. Либо для засыпки, там, отсыпки территории, про то, что сегодня я сейчас говорил, засыпать неровности, или территория, которая подлежит благоустройству. В конце хотел бы описать те проблемы, как мы видим, с которыми мы сталкиваемся, столкнулись как промышленные первые брачки в Морисском промышленном регионе, связанные, они характерны и для материковой части, и, в частности, условия, в которых находится географический Морис. Первое – это скандательные неопределенности. Скандательные неопределенности связаны с различными процедурами, процедурой лицензирования по обращению с выходом, выдачи на санитарном и педагогическом заключении. Из этого следует вторая сложность, с которой мы столкнулись как бизнес. Нам необходимо, к примеру, взять соответствующий часок в аренду, взять здание в аренду, либо построить его, завести оборудование, сделать пустонулатку. Только после этого может быть начата процедура оформления нашего участка, соответственно, срок, когда мы вводим фактически участок в эксплуатацию, мы не можем начать на нем работать, это примерно год. То есть мы, как бизнес, должны вложить деньги заморозить их примерно на год. Вторая сложность – это отсутствие инфраструктуры. Инфраструктуры, мы имеем в виду, соответствующие земли с разрешенными видами использования, не на каждой территории, которая относится к промышленной территории, вы можете вести деятельность по обращению с входами. И отсутствие инфраструктуры именно зданий капитальных строений. То есть технологии, с которыми можно работать прямо под открытым небом, но с учетом экстремальных климатических условий, в любом случае, на капитальных строениях. И последняя проблема – это портовая инфраструктура. Если мы говорим, к примеру, про ломозаготовку, про организацию потоков низковиквидных металлов, на которых мы специализируемся как ломозаготовители, мы не классический ломозаготовители, то есть мы – камень низковиквидный металл. Необходимо наладить логистические поточки. Александр, у нас был следующий еще блок, где мы можем как раз эти все рекомендации собирать вместе, поэтому я тогда предлагаю ваше выступление ограничить, а потом мы продолжим и соберем все эти потребности, мы отработаем это отдельно. Спасибо за выступление. Скажите, у нас в онлайн присутствуют коллеги из Новоспасского моста? Были? Можно вывести картинку? Как раз продолжение переработки отходов, шлака-отвалов, да, так как какие варианты предлагаете вы? Ага, стекунду, дачу. Да, все. Хорошо, не на голову. Так, ну что, у нас есть презентация. Давайте послушаем, потому что мне кажется, очень интересными у меня тоже есть идеи у коллег. Да, для начала хотелось бы поприветствовать всех присутствующих, поблагодарить за возможность выступить на скрывайзном мероприятии. Меня зовут отца Ижалек. По той причине, что наш основной докладчик сейчас где-то в воздухе, где-то в Новинском Москве, я вас ознакомлю с проектом «Кристалл» по производству строительных материалов путем безотходной переработки отходов горного обогащения. С данной проблемой сталкиваются все страны с развитой горнодобывающей промышленностью. Даже на территории РФ сконцентрировано более 100 миллиардов тонн обходов в результате деятельности более 70 горнодобывающих предприятий. И эта площадь занята отходами порядка 2 миллионов вектаров. Огрызнение воздуха, почвы, грунтовый рот делают эту проблему очень серьезной. Что из себя представляют отходы обогащения? Это в основном сельгардная горная порода, которая была перетерта в пыль с целью изучения металла. Ее поливидное состояние как раз таки делает эти отходы такой большой проблемой, потому что пыль разносится ветром, проникает в почку и в грунтовые воды. Мы можем вернуть данную пыль в состояние горной породы путем имитации одного из процессов образования горных пород, а именно магматического процесса. Для этого мы вовлекаем хвосты обогащения в петроургический процесс. Петроургия – это аналог металлбии, где роль сырья играет камень. Подобные технологии были использованы в том числе с использованием отхода с сельцово-цинкового обогащения. Мы на нескольких видах отходов использовали данную технологию. В мире существуют предприятия, которые занимаются плацкой камня, однако практически все получают вулканическое стекло, которое не поддается обработке. Мы же смогли получить аналоги горных пород с высокими декоративными и эксплуатационными характеристиками. Наши образцы поддаются обработке на типовом оборудовании и кроме того в них отсутствуют микротрещины. Эти микротрещины образуются в результате горного обозрения и температурных факторов на протяжении длительного времени, когда воздействие идет. Наш продукт новый, на него такие действия не оказывались и поэтому микротрещины в нем отсутствуют, что кратно увеличивает срок его службы в любых эксплуатационных условиях. Далее вот на этом слайде показаны этапы переводки. Это подготовка шип, шипы к плавке, сама непосредственно плавка и кристаллизация. После кристаллизации идет дальнейшее производство готовых изделий из полученных блоков нужной породы. Что касается инновационности, она заключается непосредственно в процессе кристаллизации расплава. Процесс проходит в несколько этапов с соблюдением необходимых параметров. К сожалению, на данный момент я не буду раскрыть вам все подробности кристаллизации, но, думаю, с организацией выпуска нового патента это станет известно. От соблюдения данных параметров и состава шипты зависит то, какой именно материал в конечном итоге мы можем получить. Здесь представлены образцы таких материалов, как андезит, яшма, диабаз, которые были изготовлены на лабораторной установке объемом 0,1 кубометр. Это порядка 200 кг. Кроме того, было найдено решение проблемы, которые часто сфотографированы в предыдущем вопросах переработки. Это те металлы, которые содержатся в постах обогащения. Мы можем отделять их уже на стадии плавки. Идентифицировать искусственное происхождение образцов без специальных исследований крайне сложно. Как я уже сказал, отличием является отсутствие микро-трещин. Кроме того, мы можем контролировать физический и декоративный параметр материал, что дает нам возможность изготавливать конкретные изделия под определенные цели. А также стоимость. Стоимость нашего продукта в разы ниже, чем у природного аналога. Здесь вы можете видеть два образца. Один из образцов идентичен к природному граниту. А второй образец, сединаточку еще раз. Второй материал можно использовать в местах с максимально интенсивным воздействием, таких как полы, ступени парадных сходов, где даже гранит, сейчас отключу вам, да, где даже гранит со временем подвергается эстинально. Вот это первый, он без труда лежит стекло. Второй цикл, дочко. Олег, у нас, к сожалению, очень плохо транслируется видео, да, поэтому мы поверим вам пока нас, но я думаю, что мы материал, с материалом вашим ознакомимся просто отдельно. Прошу продолжить, у нас там очень много. Далее, на этом слайде вы видите мартовские цены корейской гранитной компании. Как вы можете обратить внимание, цена кратно растет с увеличением размера изделия. Также, помимо натурального бакана, здесь представлен фарцер-агломерат. Его свойства в разы, чем у горных пород, но при этом стоимость в четыре раза превышает наше предложение. Также в этой ценовой категории наш продукт также будет конкурировать с премиальным сегментом керамогранита, стоимость которого доходит до 10 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас у нас в разработке линия мощности в 1 грамм в час. Планируем мы затрагиваем на нее порядка 300 миллионов рублей, а планируемые экономические показатели вы можете видеть справа в таблице. После отработки технологий на стандартном обороте мы планируем внедрить эту технологию в качестве заключительного этапа процесса обогащения на одной из действующих фабрик. Подобное решение должно полностью решить проблему накопления отходов, так как в фабрике уже будет выходить не отход, а готовая продукция. Это могут быть и блоки, и плиты, и все, что угодно, все, что делается из природного камня. Программа социально-экономического развития Норильска подразумевает масштабные проекты с большим объемом строительства. В условиях Норильска помимо экономической проблемы, экологической проблемы отходов, также существует и проблема сложной и дорогостоящей логистики. Стоимость закупаемых материалов на материке существенно увеличивается в ходе транспортировки. Несколько строительных компаний Норильска уже проявили заинтересованность в нашей продукции в связи с этим дефицитом строительных материалов в регионе. В подобной ситуации проект «Кристалл» позволяет одними, высказанно бить двух зайцев, это решить и проблему экологии, и организовать негабельное производство высококачественных строительных существенных материалов на своей территории. За текущий год мы подготовим сертификацию продукта и необходимую техническую документацию для начала проектирования. После чего последует подготовка производственной площадки, пусконаладочной работы и запуск производственной линии. Выход на проектную мощность мы планируем в течение трех месяцев после запуска, а группальность проекта займет от одного до трех лет, что зависит от формы финансирования. За это время мы подготовим как раз второй этап масштабирования, который планируем на 26-й год. Я имею в виду внедрение действующей фабрики. Вот это наша команда. Административными и грузовыми вопросами она занимается подсайд Георгий Русланович, так как он долгое время работал советником главы на ИСКО по городскому хозяйству. Что касается технических вопросов, им занимаюсь я, как разработчик, подсайд Олег Казбекович. Административным и грузовым будет Джаби Фаван. Он более 15 лет работает на металлургическом производстве и имеет хороший опыт. Руководитель нашей деятельности у Дружкова Анатолий Викторович, доктор геологических наук института имени Ломоносова. Спасибо большое, коллеги. Да, но пока обойдемся без вопросов. Я думаю, что они возьмут очень частная тема. Я думаю, что мы так или иначе не вернемся уже в футуаров. И я думаю, что те, кто заинтересовался идеей, так или иначе. Я предлагаю двигаться дальше. Мы здорово убиваемся из графика. Просто невозможно прерывать, скажем так, Олег. Тематика на самом деле намного глубже, чем даже ожидал я лично. Но следующий докладчик, Регина Фанистон, Кузьмина. Мне, знаете, этот кейс интересен тем, что мы планируем про большие и далекие проекты, а есть конкретные потребности на территории, которые уже в настоящий момент требуют быстрых решений в части дорожного строительства и так далее. И Регина как раз представляет группу компаний, ведущие на этом металлград. И очень горизонтально интегрированная компания. Но вот заинтересовали призывы города, увидели это в стратегических документах, что очень важен материал, и его нужно, по сути, вести и работать с ним. Я не буду, ну так, чуть обобщил, да, чтобы вы могли поконкретнее обозначить там позиции, да, это что за проект, какие основные сложности вы видите, как инвест прослут в очень экономичном плане. Добрый вечер. Я представляю группу компаний «Холдинг» Данилова Викторовича Славовича. Кто здесь живет на территории, это стройград, это строительные материалы, это металлград, это, да, есть своя лесопильник. Мы работаем с металлом и уже довольно давно работаем в строительстве. У нас есть разные направления, это и гостиничный, и туризм. И одно из направлений, которое мы выбрали в прошлом году, это выбрали привезти сюда асфальтно-бетонный завод. Все это началось с разговоров, но в итоге мы все-таки утвердились в этой позиции. На сегодняшний момент у нас погружен уже асфальтно-бетонный завод «Спека». Мы его везем на территорию. Возникали очень много проблем, вы сами знаете, если работаете здесь. Это логистика, которая превышает даже сам асфальтно-бетонный завод иногда. Это можно успеть в навигацию сюда все это привезти. Это очень большой объем работы. Также, сами понимаете, что асфальтно-бетонный завод сюда привезти. Это большие денежные средства, это большие затраты, это работа и с лизингом, это работа и с администрацией города. Также вы понимаете прекрасно, что в условиях мерзлоты завод работает всего лишь 4-5 месяцев от силы. Поэтому были сложности свои, но на сегодняшний момент, так скажем, 75% трудностей мы уже прошли. У нас есть очень хорошая команда, которая сюда едет вместе с заводом. Если вы на территории Норильска работали в 2005-м, в 2000-м году, вы знаете, было такое предприятие «Байкал-2000», руководителем у него был Сергей Николаевич Хороших. Он сейчас в нашей команде. Поэтому много времени я не займу, цифр у меня никаких с собой нет. Есть реальные результаты, мы готовы сотрудничать с людьми. Ну вот такая вот у нас идейная была команда, которая реализовала потребности города, зная о том, что в 2023 году будет реновация города, асфальт городу нужен. Мы сами все это прекрасно понимаем. Поэтому реализовали такой проект. Думаю, что он в июле месяца уже будет реализован на территории Норильска. Было, конечно, титанический труд, потому что, вы сами знаете, это и земля, и геотезия, и геология. А земля у нас болотистая, это выезды. Ну, слава богу, вы сами знаете, что в Норильске люди идейные. Есть люди, которые нас поддержали, это и администрация города, это наш любимый АРН, который пригласил нас. Спасибо вам большое. Долго задерживать вас не буду, но вроде все. Хотели идею, воплотили ее, реализовали. Спасибо. Да, я немного еще дополню. Действительно, мы включаемся в инициативный проект, и когда видим, что они дозревают до определенной фазы, мы с этого момента предлагаем коллегам тоже включиться в различные программы поддержки предпринимателей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!